Всем любителям настольных игр, привет! Я Грейвулф, и вы на канале iPlaySolo. Сегодня я снова играю в Pathfinder Adventure Card Game, следопыт, приключенческая карточная игра. Убийство черного дракона Blackfanga было только началом. Теперь мы понимаем, что в казалось бы сонном прибрежном городке Сэндпойнт на самом деле назревает серьезное зло. Атака гоблинов выявила древние темные силы, возрождающиеся далеко в горах, и притягивающие сумасшедших убийц, огров и каменных гигантов, что в конечном итоге неименуемо приведет к конфликту с могущественным королем-колдуном, унаследовавшим силы непостижимой греховной магии и восседающим в легендарном городе на вершине горы. Итак, мы начинаем с вами серию приключений, которая называется «Возвращение рунных властителей». Первое приключение, с которого мы начинаем, называется «Всесожжение». Благодаря своему небесному происхождению, Нуалия была рождена для светлого пути. Однако злая зависть жителей Сэндпойнта, преследовавшая ее с самого детства, подтолкнула девушку обратиться к демонической богине Ламашту. Озлобленная и мстительная Нуалия скрылась в руинах Тистлтопа, где окружила себя приверженцами из гоблинов, злодеев, странных мистических созданий и прочей нечисти. С одной целью – уничтожить Сэндпойнт. Приключения начнутся с атаки на Сэндпойнт. С зажженными факелами и боевыми кличами гоблины-наездники хлынули в город. Мересель и Эзрен знали, что единственный шанс отбить атаку – это обезглавить армию врагов и уничтожить их лидера – главаря Рипнагета, гоблиново, разъезжающего на ящере. Ну что, друзья, мы снова в деле. Начинаем нашу первую кампанию, первое приключение. Мы замешали карты из вот этого вот набора в наши базовые карты. Теперь нам будут попадаться более сильные монстры, более серьезные барьеры, но и ништячки будут получше. На самом деле я уже проходил этот сценарий, отснял его, отредактировал и загрузил на YouTube. И только тогда я понял, что допустил серьезнейшую-серьезнейшую ошибку. И решил, что я, пожалуй, удалю это видео и переиграю сценарий заново. Ошибка заключалась в следующем. Мересель уже на второй ход обнаружила злодея, которого нам нужно, собственно, по задачи этой миссии уничтожить. И она с ним сразилась, проиграла ему с небольшой разницей и замешала его в ту же локацию, в которой он был, проиграв. Я совершенно забыл про то, что если даже мы проигрываем злодея, мы все равно размешиваем его вместе с благословениями. Только в случае проигрыша благословения мы берем вот отсюда. и также замешиваем его в одну из открытых локаций. А я его оставил в той же. Собственно, чем упростил себе гораздо прохождение. А, соответственно, я его себе не засчитываю. Тем не менее, чтобы совсем уж труд был не напрасным, поскольку мы все-таки сражались, поскольку мы все-таки в конечном итоге даже победили злодея, я решил, что я оставлю те предметы, которые я нашел в этом первом прохождении. И, в принципе, это только две карты, которые вы сейчас можете увидеть. Это благословение Калистры. Новое благословение, которое Мерисель получила в процессе прохождения. И Эзрен нашел, а точнее Мерисель нашла и передала Эзрену вот этот вот морозный луч. Это заклинание боевое, которое лучше, чем все его заклинания, так как позволяет кидать два Д6 вместе с аркановым кубиком, в отличие от его стандартных боевых заклинаний из базовой части, где он кидает аркановый кубик с двумя Д4. Ну вот, это, собственно, чтобы вы понимали, откуда у меня вот эти пара новых карт взялась. А так, мы начинаем игру. Первая будет ходить Мерисель. И у меня уже какой раз выпадает так, что Мерисель начинает игру без оружия. Это очень плохой расклад. Мы не можем фактически без этого сражаться. Мы, конечно, можем избегать столкновения с монстрами, но хотелось бы их убивать при этом. Поэтому я Мерисель отправляю на фестиваль раздвоенных хвостов, так как в этом месте, сейчас я вам покажу, здесь у нас написано, что в начале нашего хода мы можем замешать любое количество карт из нашей руки обратно в нашу колоду и взять из этой колоды на одну карту меньше. И я точно так же начинал то видео, о котором я только что говорил, которое я удалил. Мы пошли на фестиваль раздвоенных хвостов, и там второй картой был злодей. Так, мы замешаем, оставим инструменты мастера, оставим благословения, замешаем, наверное, вот эти вот три карты и возьмем две новые. Ну что ж, посмотрим. Отлично. У нас лук и инструменты вора. Все по-прежнему повторяется. Я надеюсь, что у нас там не будет первой или второй карты злодей, потому что в этом неудавшемся видео я тоже так же перемешал карты и достал вот этот длинный лук. У нас благословение богов. И берем сразу эту карту автоматически себе. И ход переходит к изрену, который пойдет к городским вратам. И наткнется там на скаута. У городских врат, кстати, если мы не побеждаем монстра, то мы должны случайного монстра замешать из коробки в эту колоду. То есть здесь будет количество монстров увеличиваться, если будем проигрывать. А при закрытии нам нужно вызвать бандита, присмешника и победить его. Покажу вам тоже скаута поближе, потому что здесь один есть важный момент. Во всех предыдущих видео я этот момент игнорировал, он был неважен. Теперь нам надо обращать на него внимание. На многих картах есть вот такое вот предложение, где говорится о том, что сложность проверки увеличивается с каждым новым сценарием. То есть если раньше у нас в базовом сценарии сложность проверки была 8, сейчас мы играем в сценарий номер 1 и проверка будет 9. Во втором сценарии будет 10, 11 и так далее. Ну что ж, применим силовую ракету. Это аркановый кубик И-2Д-4. И вот этот ракет. У нас здесь 2, 3, 5 и еще 10, 15, больше чем достаточно. Причем у нас модификатор теперь не плюс 2 у арканового кубика, а плюс 3, потому что мы прокачали эзрена. И у него теперь интеллект плюс 1. Итак, скаут готов, а мы попробуем сохранить это заклинание в руке. Для этого нам нужно аркан 6. Соответственно, нужно выбросить минимум тройку. 8. Отлично. Мы перезаряжаем эту карту вместо того, чтобы сбросить ее. И поскольку эзрен сыграл заклинание, он может проверить верхнюю карту в колоде. И если это будет заклинание, он может сразу же взять его. Но это не заклинание, а это барьер. Гоблинская атака. Возвращаем карту на место. Это не очень, конечно, хорошо, потому что с этой гоблинской атакой придется столкнуться и Мерисель тоже. То есть, 7 героев в открытых локациях. А Мерисель у нас находит очередное благословение. У нее уже 5 карт есть, поэтому она может его сразу же потратить на то, чтобы исследовать дальше локацию. И здесь у нас союзник Шалелу Андасана. Чтобы нам этого союзника получить, надо пройти тест на либо мудрость и восприятие, либо на харизму и дипломатию. Харизма и дипломатия с этим у Мерисель плохо. С мудростью у нее кубик Д6, а восприятие это кубик Д6 плюс 2. Нам нужно шестер. То есть, нам нужно выбросить минимум 4. Нет, я переброшу. О, 4, отлично. 4 плюс 2 это 6. Мы получаем этот персонаж. Я сейчас, кстати, так ненароком перебросил кубик. Я забыл об этом упомянуть в этом втором по счету видео. Я для себя принял правило. По крайней мере, на данный момент. Если у меня кубик выпадает из моей импровизированной коробки, я его перебрасываю вне зависимости от того, что на нем выпало. И сейчас мы сыграем шалелу. Мы покажем эту карту для того, чтобы исследовать верхнюю карту нашей локации. А потом мы можем эту карту сбросить, если мы захотим с этой верхней картой столкнуться. Поскольку у нас в руке максимум, чтобы зря не сбрасывать, мы по-любому это сделаем. Это полезно. И у нас следующая карта это короткий лук. Пожалуй, мы не будем его пытаться сейчас взять в этот ход. И поэтому мы шалелу просто перезарядим. Ну, теперь зрен. Мы знаем, что здесь у нас гоблинская атака. И каждый герой сейчас должен столкнуться с приспешником к гоблину. Вот он, наш гоблин-наездник. Такие же у нас две штуки должны быть где-то на уровнях. Почему две, узнаете позже, а не три. Так, если дойдем, конечно. Ну, думаю, что дойдем. Гоблина будем сначала эзреном бить. И эзреном мы... А почему у эзрена, кстати, пять карт? Я ему забыл восстановить руку, как обычно. Так понимаю. Так. Гоблина будем бить нашей молнией. Это D12 плюс 2D4. И у нас здесь 6 с модификатором 3, это 9. И еще 3, это 12. Достаточно. Гоблина мы победили. По условиям сценария, каждый раз, когда мы побеждаем монстра, у которого в характеристиках стоит слово гоблин, мы кидаем D6 и на единицу каждый герой получает урон огнем. Сбросим тогда знаменосца, как ранение. Не хочу сбрасывать на ручьи, потому что их можно перезаряжать. А теперь попробуем оставить это заклинание в руке. Для этого нам нужен аркан 6, а соответственно на кубике должно быть не меньше трех. Что-то Эзриен явно расслабился. Карту мы не сохранили и сбрасываем. А теперь у нас Мерисель столкнется с тем же гоблином, которого я зачем-то убрал. Так, Мерисель, конечно же, будет бить гоблина из лука, но поскольку она не мастер владения оружием, сложность проверок вырастает при стрельбе из этого лука на 4. То есть гоблин у нас будет не 8, а 12. И мы берем кубик дальнего боя, который у нее кубик ловкости d12, плюс 1d8, плюс единица у нас будет. Дальше, поскольку Мерисель одна в локации у себя, она может любую карту, у нее есть особенность, превратить в еще один d6 в помощи в битве. И мы это обязательно сделаем, мы перезарядим инструменты вора и возьмем вот этот вот d6. Надеюсь, что бросок получится лучше, чем предыдущие два. Нам нужно... да, 8 плюс 4, 12. Отлично, у нас уже на первом есть 12, так что мы победили. Но поскольку это был опять же гоблин, придется бросить d6, а Мерисель повезло явно больше. Отлично. На этом ход Эзрена не заканчивается, потому что он применил магию, а соответственно он может посмотреть, что у него там за карта следующая. И это Цуто Каджицу. Именно поэтому у нас наездников-гоблинов на уровнях только 2, потому что третий хенчмен был Цуто Каджицу. Что полуэльф, сложность его уничтожения 10, и Эзрен его нашел достаточно быстро, что не есть плохо, а есть очень хорошо. Карту мы эту вернем, восстановим Эзрен руку, и в следующий ход он попытается победить Каджицу и закрыть этот уровень. Да, я здесь забыл для хода Эзрена карту взять, благословение, а вот теперь ход Мерисель. И Мерисель у нас... Да, короткий лук. Ловкость нам нужна, чтобы его получить, но это будет очень легко. У нее 3, это минимум, а здесь как раз нужно было 3, и лук мы взяли. Снова Эзрен, и давайте сразимся с Каджицу. Цуто Каджицу. Так, Цуто Каджицу мы атакуем... А, наверное, мы его атакуем кислотной стрелой. Думаю, что ему этого должно хватить. Хотя, может и нет, на самом деле он не такой-то и хиленький. Мы здесь видим, что сложность у него увеличивается на 2, если мы его атакуем с атакой или с дистанцией. Смотрим на наше заклинание. У нас в списке здесь характеристик есть слово атака. А это значит, что сложность уничтожения Каджицу возрастает на 2. То есть, чтобы его убить, нам нужно выбросить 12. Поэтому мы попросим помощи у Мериселя. Она сыграет благословение. Подписчикам спасибо. Мне подсказали, что благословение можно использовать, даже если герой находится в разных локациях. Так что мы сыграем Д12 плюс 2 Д4 и еще один Д12. Этого точно должно хватить. Да ладно! Да ладно! Нету слов. Так, у нас здесь 3 и 3. Это 6. Модификаторы у нас тройка, то бишь 9. Здесь у нас 12. 12 минус 9 это 3. То есть, мало того, что мы его не победили, А он еще и сейчас нам нанесет ранения. Соответственно, 9 минус 12 это 3. И нам придется сбросить... Наверное, мы сбросим амулет жизни, Которые нам позволят эти 3 ранения взять на себя. Вот елки-палки. Так, ладно. Сейчас попробуем сначала оставить в руке нашу отравленную стрелу. Вернее, кислотную. 6 плюс 3, 9. Нам нужно было только 6. Отлично! Стрелу оставляем. Теперь, чтобы оставить амулет, нам нужно выбросить семерку. То есть, 4 или выше. 7. Отлично! Тоже амулет сохраняем, просто перезаряжаем. Ну, а Каджитсу отправляется обратно в эту же колоду. Ну, и поскольку Каджитсу у нас был как-никак монстр, мы еще и случайного монстра замешали в эту колоду вместе с ним. То есть, у нас там на одного монстра теперь больше. Поскольку Изренс сыграл заклятие, он может посмотреть верхнюю карту. И у нас этот токен воспоминания. У него есть магия и аркан. Соответственно. А, нет. Это все равно не заклинание. Так что мы кладем эту карту обратно. И Мересель у нас. У нас барьер. Проход с ловушками. Без акробатики, с одной стороны, здесь не обойтись. Но, учитывая, как я бросаю кубики в последнее время, мне что-то страшновато проходить и одним, и двенадцатым. Несмотря на то, что у него модификатор будет плюс три, то есть минимум четыре, а надо девять. Я, наверное, все-таки потрачу карту с инструментами мастера. Просто боюсь уже кубики кидать. Они позволяют перезарядить эту карту и победить барьер, который четырнадцать и ниже. У нас барьер девять. Соответственно, мы его победим. А победив, можем исследовать локацию дальше. И у нас здесь наемничек. У него здесь есть такое же условие, что с прохождением новых приключений его сложность увеличивается. То есть он одиннадцать. Плюс, если мы его, конечно, сейчас будем... А мы можем же его просто из короткого лука долбануть. Нет, тогда нам придется эту карту скинуть. Все-таки мы будем стрелять из длинного лука. Плюс один Д8. Плюс один. И воспользуемся тем, опять же, что Мересель одна в этой локации. Перезарядим этот лук. И добавим еще Д6. А нам нужно 15 аж. То есть 10 плюс 1 и плюс 4. 15. Ох ты, елки-палки. Это 7 плюс модификаторы 3. 10. А у нас здесь 15. 5 ранений он нам наносит, этот наемник. И нам придется сбросить эти две карты. То есть все, что у нас есть наемника, замешать обратно в колоду. Да, друзья, вот. Так я кидаю кубики. Так. Берем 5 карт. Давай, нам нужен арбалет наш. Ну, где арбалет? Арбалет мы не достали. Ладно, поскольку мы находимся на фестивале раздвоенных хвостов, в следующий ход мы можем скинуть несколько карт и надеяться, что где-то здесь у нас есть арбалет все-таки. Почему опять у Изрена 4 карты? Я опять забыл ему все восстановить. Что-то я сегодня не в форме. Так. А у нас здесь есть гадание. Гадание это хорошо. Давайте-ка погадаем. И загадаем мы монстр. Смотрим верхние три карты. Так, это у нас был предмет, это мы знали. Это у нас оружие. И третья карта у нас союзник. Сердак Дрокус. В общем, мы не угадали, ни одна из этих карт не является монстром. Оставляется, мы снова перемешиваем колоду. Попробуем оставить заклинание в руке. Нам нужно здесь Аркан Аш-8. И в этот раз удалось. Карту мы сохраняем. Поскольку это была магия, мы можем посмотреть верхнюю карту. Гоблинская змея. Смотрите, одни гоблины у нас. Ну, правильно, атака на сандпойнт. По сюжету должны быть гоблины. Восстанавливаем в этот раз, не забываем руку. И ход к Мересель. А, стоп. Здесь же мы Мересель сначала сбрасываем карты, чтобы получить оружие. Не сбрасываем, а перезаряжаем. Перезарядим, наверное, двух союзников и вот эту мотыгу. Или кирку. Три карты перезаряжаем и две берем. Ну, давай, Арбалет. Нет. Я уже, конечно, успел заметить, что здесь у нас серьезный противник. Это у нас зомби. Терпеть их не могу. Они... У них иммунитет. Хотя у них иммунитет только к магии разума и к ядам. У них нет иммунитета к оружию. Что нам не поможет, потому что у нас оружия нет. Так что пользуемся умением Мересель и просто избегаем столкновения с этим зомби, а, соответственно, возвращаем его и размешиваем в колоде. Все, на этом ход завершаем. Восстанавливаем руку. Есть арбалет. Это хорошо. А теперь у нас Изрен сразится с гоблиновской змеей. Восемь. И перед тем, как мы с ней сразимся, нужно пройти тест на телосложение. Шесть. А у нас он Д-4. То есть мы его не пройдем. А это означает, что сложность проверки увеличится на один до конца хода. То есть будет девять. Но это не страшно, потому что единственное боевое заклинание, которое хотя мы можем, наверное, оставить... У нас же есть еще посох. Посох, который у нас будет Д-6 плюс Д-6. И если мы его еще и сбросим, то можем еще один Д-6 взять. Вообще, три Д-6 это много. Но, учитывая, как мы бросали, не знаю, нам нужно девять, да? Без модификаторов. Да, попробуем. Отлично. У нас есть в этот раз даже больше, чем нужно. Гоблиновскую змею мы победили. Так как эта змея непростая, гоблиновская, придется бросить Д-6. Нет ни единицы, все отлично. Восстанавливаем руку и идем дальше. Акалит. Ну и здесь мы только можем попробовать пройти проверку из харизмы, дипломатии, аркана и дивана. Мы можем на харизму попробовать. У нас Д-6, на Д-6 нужна шестерка. Это четыре. Не получилось оставить Акалита в своих рядах. Так. Эзрен, где-то наш Каджицу. И это док-слайсер, рассекатель собак, плюс один. Думаю, что мы его получить по-любому не можем. Сила у нас 6, а его, чтобы получить, нужна сила 9. Так что вариантов здесь, в принципе, никаких. Мы эту карту отправляем назад. В коробку. Попробую я немножко форсировать события. Использую карту с мудрецом для того, чтобы исследовать дальше локацию. Нам нужен Каджицу. А это у нас Сирдек Дрокус. Такой вот товарищ. Чтобы его взять, нам нужна харизма или дипломатия. 5. И мы можем перезаряжать эту карту, чтобы добавлять 1 Д-6 к получению союзников. Ну попробуем. Нужна пятерка. Нет. Так что Сирдек тоже отправляется назад в коробку. А Эзрен восстанавливает руку и передает ход Мересель. Зомби. Противный зомби. Но теперь у нас есть верный арбалет, который нам даст Д-12 с модификатором 3. 1 Д-10, что очень хорошо. И поскольку Мересель у нас одна, мы, наверное, ботиночки эти перезарядим и добавим еще один Д-6. Надо бить наверняка. У нас здесь 8-4-4 и еще 3-3 модификаторы. Достаточно зомби. Побежден. Хорошо. Восстанавливаем руку. Восстанавливаем руку. Сложность увеличится на 3. Но у нас, к счастью, благословение калистры. Так что сложность на 3 не увеличится. Будет по-прежнему просто 13. Этот противник посерьезнее даже босса будет. Так что здесь уже используем, наконец-то, впервые наш ледяной луч, который нам даст аркановый кубик и 2 Д-6. Так, здесь у нас 6, здесь у нас 3. Да ладно, мы опять что ли? 6-6-3 это 9. И у нас еще в модификаторе 3 это 12. А этот злодей, этот подлый Вервульф, оборотень 13. Обалдеть. Из рена сегодня явно с рукой проблема. Так, ну мы перезарядим на ручи для того, чтобы отбить этот урон. Ну а Вервульфы вместе с еще одним случайным монстром замешиваем обратно в колоду. Ну не колдуется сегодня из рена, ну что поделаешь. Бывают такие критические у него дни. Так, попробуем оставить заклинание в руке. Это будет кубик аркановый. 8. Отлично. Нам нужно было 5, у нас 11. Оставляем хотя бы заклинание в руке. И поскольку мы заклинание использовали, можем посмотреть верхнюю карту. У нас там вот какой-то такой шептун. Да. Его еще нужно, перед тем как с ним сражаться, нужно еще пройти испытание на мудрость 4. Или получить урон рассудка. Нам нужны боевые заклинания. А, хорошо, у нас есть гадание. Тогда мы погадаем и уберем этого шептуна куда-нибудь подальше. А Мерисель... Наемник. Который уже, по-моему, один раз нас побеждал. И чтобы его победить, нам нужно 11, а не 10. Мы снова используем арбалет. Плюс Д-10. И перезаряжаем броню для того, чтобы добавить еще один Д-6. Да ну что это такое вообще? Вы видели? Вы это видели? Не, ну это не серьезно. Это как? Да, у меня просто вообще нет слов. Вообще нет слов. Это 5 с модификатором 3.8. Минус 11. Это 3. Мы получаем урон 3. Сбрасываем 3 карты. Хорошо, хоть арбалет смогли оставить. И на этом ход заканчиваем. А этого наемника второй раз он нам. Второй уже раз. Замешиваем обратно в колоду. Восстановим руку. Так, сейчас главное не паниковать. Есть еще шанс пройти эту игру. Главное не паниковать. Не паниковать. Так, отлично. Теперь Эзрен. И Эзрен будет гадать. Загадываем тип монстр. У нас этот шептун. Сверху. Зелье зрения. И кинжал. Кинжал с зельем замешиваем в колоду. А шептуна положим в самый низ. Попробуем оставить карточку с заклинанием. Аркан 8 нам нужна, соответственно, пятерка. Есть 6, плюс 3 это 9. Отлично, сохраняем. Вы не подумайте, я не нервничаю так, что кубики просто на пол падают. Так, посмотрим карту. Так как сыграли заклинания. Кинжал бесполезный. Восстановим руку. И мерисель. Ну давай. Надеюсь, что это наемник, потому что очень хочется ему отомстить. Ха-ха-ха-ха. Да. Вы думаете, я расстроен? Нет. Потому что мы ему сейчас сотрем его ухмылку с его лица. Мы сейчас никаких ему шансов не оставим. Мы стреляем из арбалета. Это Д12 плюс Д10. Мы используем шалелу нашу. Перезаряжаем ее. И получаем еще один Д4. И поскольку мерисель одна в локации, мы перезарядим еще и ломик. И добавим еще один Д6. Вот. Вот тебе наемник. 4 кубика. Да, есть. Бросил правой рукой. Левая у меня что-то не очень счастливое сегодня. 5 плюс 7, 12, 10, 22. Как я и сказал, плюс модификатор еще 3, 25. А нам нужно было 11. О, просто вдвое. Просто его изрешетили стрелами из арбалета. Ха-ха-ха-ха-ха. Восстановим руку. О, короткий лук. Так. И у нас Эзрен. Где там Каджицу? Да, у нас здесь кинжал. Чтобы его получить, ловкость нужна. Ловкость у нас Д6. 3. Нам 3 нужно было. То есть кинжал мы получаем. Вопрос, зачем он нам? Незачем. Поэтому мы сбрасываем эту карту. Что у нас последней самой карты будет? Хенчман. Наверное. Потому что это у нас посох лечения. Не то чтобы плохая штучка позволяет одну карту из брошенной возвращать, из брошенной колоды возвращать в руку. Но получить мы его сейчас не сможем. Потому что нужна мудрость или магия Дивайн. Мудрость у Мересель. Чуть был не сказал Сионе. Сколько уже прошло, можно сказать, лет, а я постоянно вот Сионе-Сионе. Осталась она же, запала мне в душу и в сердце. Так, в Мересель нету ничего, чтобы получить этот посох. Поэтому проехали. Там у нас осталась последняя карта. Да. Эзрен. Зелье видения. И нужен интеллект или ремесло. Интеллект у нас Д12, так что мы его, естественно, возьмем. Да, 9. Но в руке оставлять смысла никакого. Эту карту нету, к сожалению. Придется ее сбросить и локацию дальше даже не исследовать и не посмотреть там ничего. А колита мы потратить не можем для того, чтобы исследовать локацию. В общем, ничего сделать не можем, так что... А у нас здесь ходов осталось раз-два и обчелся. Сдается мне, что так мы проиграем этот сценарий. У нас наездник здесь, естественно. Сейчас попробуем его уничтожить и закрыть хотя бы одну локацию. Наездника, чтобы уничтожить, мы используем арбалет. И перезарядим вот этот лук для того, чтобы добавить еще один Д6. Отлично. В этот раз справились с задачей. Гоблинский наездник уничтожен. Конечно, нам придется сейчас бросить еще один Д6. Но здесь тройка, тоже повезло. И чтобы закрыть, нам нужно, победитель, взять следующую карту. Если следующей карты нет, то локация закрывается автоматически. Хорошо, хотя бы с одной справились. Восстановим руку Мересель. И... Изрен. Ну давай, где у нас Каджицу-то спрятался? Это у нас токен воспоминаний. Это все бесполезно. Все абсолютно бесполезно. Аркан 5. 10 мы его берем. Что нам с ним сделать-то? Мы можем эту карту похоронить, чтобы заклинание из сброшенной нашей колоды взять. Перезарядить, вернее. Это хорошо. Мы хотя бы используем эту карту. Похороним ее. У нас в колоде сброшенных карт единственная была вот эта вот карта. Молния. Удар молнии. Так что касание молнии. Так что мы ее перезарядим сейчас. Да, Каджицу, похоже, нам вломил и убежал на самое дно. В самую группу этих городских ворот. Ничего не попишешь. Мересель у нас пойдет на городскую площадь. И у нас здесь гоблин-колдун. И перед тем, как мы с ним сразимся, надо пройти тест на мудрость 8. Мудрость у Мересель 6. Так что мы тест заваливаем. Если мы не прошли, то мы не можем играть заклинания. Ну и хорошо, нам заклинания не нужны. А, мы не можем играть не только заклинания, мы не можем и оружие играть. Хм, ну хорошо, хоть это Мересель, мы просто этого гоблинного, тогда мы не будем проходить даже пытаться проверку на мудрость. Мы его избежим столкновения с ним. Просто замешаем его обратно в колоду. А поскольку время у нас поджимает, сбросим ночного стража и исследуем локацию дальше. Отлично, нам просто сейчас повезло. То есть, ну вот этого чувака надо гасить. Надо гасить его и закрывать локацию сразу же. Так, 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 так. Разогреть руки. Натянуть потуже арбалет. Т12, Т10. И что же мы с вами перезарядим? Перезарядим инструменты вора. Добавим еще один Д6. Эх, можно бы, конечно, было еще и благословения до кучи потратить. Но надо все-таки не забывать, в панику совсем-то уж не впадать, не забывать, что еще с боссом столкновение предстоит. Если дойдем до него, если успеем. Так что попробуем так его победить. Ну, давай. Берли. Берли. Опять у нас единицы на двух кубиках. Ну, хорошо, хоть на этом семь. То есть здесь у нас девять и модификатор у нас еще три. Это 12. Отлично, победили гоблина с грехом пополам. Так. И можем сейчас закрыть, попробовать локацию. При этом, чтобы закрыть эту локацию, городскую площадь, нужно уничтожить карту из руки. У меня нет выхода, друзья. Я буду уничтожать благословение растил. Хотя хорошая, конечно, карта. Не хотелось бы ее уничтожить. Но шансов иначе у нас с вами вообще не будет. Закрываем. При этом при закрытии этой локации нам нужно перезарядить одну карту из руки. Перезаряжаем инструменты мастера. Но поскольку ход мы завершили, восстанавливаем руку Мересель. И время бежит. Эзрен. Давай, кто здесь у нас? Ух. Если наемнику я хотел отомстить, то с Вервульфом я, честно говоря, встречаться второй раз не хотел. А у нас еще и благословение богов здесь. То есть этот чувачок у нас теперь 16, а не 13. Я, пожалуй, подожму хвост и использую заклинание невидимости. Чтобы избежать с ним столкновения, попробую... Замешаем его обратно в колоду. А это заклинание попробуем в руке оставить. Нам нужен для этого аркан 8. Это значит, что пятерку нужно выбросить. 7. Отлично. Оставляем заклинание в руке. Поскольку сыграли заклинание, сейчас заглянем, что нас тут ждет. А это у нас мудрец. Окей. Восстанавливаем руку. И ход Мересель. Она пойдет в собор сэндпойнта. И наткнется там на пугало, который тоже у нас является гоблином. Нам его обязательно-обязательно нужно победить, потому что в соборе, если мы побеждаем монстра, мы можем из брошенной колоды в руку добавить благословение. А это бы нам очень сильно не помешало, чтобы следовать побыстрее локацию. Так, но сначала его надо еще победить. Перезарядим карту, эту кирку еще для одной шестерки. Супер. Здесь больше, чем достаточно. Убили это пугало. Багбер. И проверим. Нет, шесть не единица. Отлично, потому что нам гоблин кидали кубик. И восстанавливаем руку, возвращаем одно благословение. Пока его не тратим, это на последний ход оставим. Теперь у нас Эзрен. У него здесь мудрец. Чтобы мудрец получить, надо пройти тест на мудрость D8. 7. Или харизму с дипломатии. Но харизму у него 6 вообще нереально. Хе, да. Нет, не получилось. Мерисель. У нас здесь Илса Ари Ганд. Мне вообще не прочитать это имя, если честно. Илса Ари Гандет Гандесус. Ужас какой. Дал же бог фамилицу в анекдоте. Здесь единственное, что можно, это харизму. 5. Нужна была 6. То есть тоже мы этого союзника не получим. К сожалению. И что у нас остается? У нас остается здесь еще пара ходов. Можем еще какое-то время понадеяться на удачу. Давай тогда. Зрен ходи. Что у нас здесь? Да ладно. Ну не серьезно. И благословение богов. Ах. Ну что делать? Будем биться. Будем применять нашу силовую ракету. Чтобы его победить, нам нужно 16 выбросить. Так. Силовая ракета. Вон-то у нас D12, 2, D4. Вот так бы выбросить. Потом 12-ку на ней. И что мы еще можем сделать? Мы можем Акалита применить. Все силы в бой надо бросать. Акалит добавляет еще один D4. Так. Что можем сделать еще? Акалита мы просто перезаряжаем. Можем конечно еще сыграть благословение. У Мерисель попросить. Но у нас остается всего лишь два хода. И мы тогда не используем его для того, чтобы там в локацию дальше продвинуться. Нет, будем пытаться так убить этого Вервульфа. Потому что сейчас мы по-любому этот сценарий... Если сейчас Вервульфу проиграем, сценарий проиграем. И если потратим благословение, у нас там в первых двух картах нету злодея. Стикфута с рипнагетом. То тоже проиграем. Поэтому в принципе у нас такой тупик. Да. У нас здесь 5 и 4, 9. 10, 11. И в модификаторе плюс 3 это 14. Этого недостаточно. Две единицы урона у нас. Вервульф у нас обратно будет замешан в колоду вместе с случайным монстром. Попробуем сначала сохранить силовую ракету в руке. Нам для этого нужно минимум 3. Да, сохранили. Теперь попробуем сохранить Экалита. А, нет, мы же его просто перезаряжаем. Чтобы 2 урона не сбрасывать карты, мы применим нашу аркановую броню. И попробуем ее оставить в руке. Нам нужна, ну тут минимум единица для того, чтобы перезарядить. Да, отлично. Все 3 карты мы перезаряжаем. Поскольку мы сыграли магию, мы можем посмотреть, что там у нас дальше. И у нас гуль. Нет, у нас Каджитсу реально спрятался. Не хочет он нам попадаться. Зато у нас есть... Зато у нас есть... Гадание. Так. Интересно, можно ли как-то вообще выкрутиться из этой ситуации? Не знаю. Остается 2 хода. Мерисель. У Мерисель здесь благословение Саринраи. Можно попробовать пройти тест на телосложение. Это D6. Нам на нем нужно 4. Отлично. Это хорошо. Мы эту карту получили. Это хорошо, потому что мы ее сейчас сможем сразу же сбросить. И исследовать дальше локацию. У нас здесь гоблин Пиро. Пироманьяк. Я единственное себя поправлю. Я сброшу... Благословение Растил, а не Саринраи. Объясню потом, почему. Если вообще до этого дойдет когда-нибудь. Что вряд ли. Так, гоблина нам сейчас надо убить. А, нам все равно Саринраи сейчас придется сбросить, чтобы дальше локацию исследовать. Иначе мы проиграли. Так, гоблина. Используем наш арбалет. Д10. Перезаряжаем карту. Например, вот этого воришку. И добавляем еще один Д6. 4-3. Правой рукой кидал. 6-10. Да, плюс 3. Да, я уже боюсь всего. Достаточно этого гоблина мы победили. И поскольку это гоблин, однако, придется бросать кубик. Оооо, и это единица. Мало того, что этот гоблин нам урона огнем наносит еще единицы, это еще один урон огнем. То есть мы получаем 2 урона огнем. 2 урона огнем, а соответственно мы сбрасываем, наверное, вот эти вот две карты. У нас другого варианта не остается. А нет, стоп, стоп. Мы можем закопать вот эту вот броню и любое повреждение до нуля свести. Причем здесь написано, если мы мастер легкой брони, то здесь у нас именно боевое повреждение, а здесь мы можем карту эту уничтожить, чтобы любое повреждение до нуля свести. А если мы с легкой брони дружим, если мы мастер используем легкой брони, то мы можем вместо того, чтобы уничтожить, карту закопать. Да, что я, собственно, и сделаю. Отлично. Ну что ж, тратим благословения. Так, а вообще-то стойте, стойте, стойте. Мы же только что перегоблина убили, а мы находимся в соборе, значит мы берем из сброшенной колоды сброшенных карт, карту с благословением. Так что сбрасываем ее и локацию дальше. Благословение богов. Отлично. Оставляем благословение богов в руке. Сбрасываем благословение с Ринраи. И дальше следуем локацию. Ну давай, давай, где ты там? А-а-а-а! Это всего лишь наручие защиты, интеллекту Д4. Тройку выбросили, берем их себе. Но придется тратить еще одно благословение для того, чтобы идти дальше. Ха-ха! Ну! Нет! Сон, заклинание. Да. Ну все, проиграли. На этом мы... Получается, что... Так, интеллект у нас здесь 4. О! Выбросили четверку, получили это заклинание. Но оно вообще на самом деле не нужно. Хм-хм-хм. На этом, друзья, все. Конечно, можно было бы сделать еще один ход сейчас Эзреном. И посмотреть, что там за карта. Но мы знаем, что здесь Каджицу сидит. Значит, злодей сидит в последней локации. И даже если у нас верхняя карта это Каджицу, мы его победим. Это ничего не изменит, потому что у нас последний ход. Все, мы больше ничего не сможем сделать. Если же Эзрен перейдет на свой последний ход сюда, и эта карта окажется Рипнагетом, и мы его победим, то он сбежит в эту локацию, в Городским вратам. И у нас не будет хода, чтобы его догнать. То есть, по-любому, 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 по-любому мы проиграли. Конечно, если мы здесь победим Рипнагетом, и получим в руку благословение. Но благословение можно потратить только на исследование своей локации. Его нельзя потратить на то, чтобы перейти в другую. Так что нет, я так понимаю, вариантов никаких нет. Ну ладно. Закончилась неудача, и что делать? Вы видели, я просто отвратительно бросал раз за разом кубики. И не получилось нам удачно завершить этот сценарий. Но ничего, в следующий раз. Всем, кто был со мной, большое спасибо. Увидимся в следующем видео. Всем пока.